Когда мои друзья, спонсоры, поглядели ролик с щучьими котлетами, где я мучаюсь ручной мясорубкой, прислали мне подарок. Автоматическую мясорубку Simba Turbo Force 3000. Вот такой вот гаджет, черный, лакированный, прикольный. Ссылки все в описании. Зайдите на сайт, поглядите, у них куча всякой бытовой техники. Но прежде чем я буду ее использовать как мясорубку, я ее сейчас поюзаю как соковыжималку. А готовить сегодня я буду бургер. Самый обычный, самый настоящий, самый простой, но удивительно вкусный и, конечно же, с изюминкой. Бургер. Сейчас очень модно соусы делать сладкие. На основе там вишни, на основе клюквы, на основе апельсина, вот который я как раз и делаю, на основе ананаса. Я не просто так взял апельсины. Вообще во многих книгах о гриле и о барбекю апельсиновый сок очень часто используется как основа или как часть соуса. И это все, конечно, из Америки пошло, пошло, пошло там и дошло до нас. Но когда вы попробуете хотя бы разочек, что получается из этого, вы поймете, о чем я говорю. У меня здесь вот с трех апельсинчиков 300 миллилитров сока. Здесь жмых, то есть все перекручено. Жмых, который, кстати, можно использовать при производстве печенья. Смешивайте, добавляйте сюда яйца, муку, сахар, разрыхлитель. Делайте апельсиновое печенье. Это вам на заметку. Я сюда добавляю пару ложек сахара. Ставлю выпариваться. Я взял грудинку без кости, но жирную. Жирную внутри, жирную снаружи. В идеале крафтовые бургерные делают фарш в соотношении 30% жира. Есть такие, которые 40% жира делают. Но я думаю, что у меня будет примерно 20% учитывая сколько внутри жира и снаружи. Но самое то. Мясо режем, чтобы оно у нас кишкой потом не тянулось и не выдавливалось. Видите, жирок. Прям жирная говядинка. Так и должно быть. Потому что, когда мы начинаем обжаривать котлету, именно запах жира и создает вот этот вот аромат. Аромат вкусного стейка. Ножом только не отскребайте, пожалуйста, так. Да еще особенно лезвием. Видел я, делают некоторые. Ужас какой. Для того, чтобы не мучиться и не думать о том, куда пристроить котлету. Будет эта доска потом использоваться или не будет? И вообще, что с этим делать потом? На это есть простой ответ. Пленка. Пищевая пленка берем. Обматываем досточку. Так, чтобы она была защищена. Пару-тройку раз. Во-первых, так она покрепче стоит на столе. Нифиган так не покрепче стоит на столе. Ну-ка. Огонь! Во! Во-вторых, обязательно оденьте перчатки. Маски на руки из говяжьего жира. Это хорошо. Но в перчатках вам потом не нужно будет мыть руки. Примерно, дело обстоит так. Самое главное правило бургера. Котлета должна быть больше, чем булка. Потому что при обжаривании она сужается. Я буду делать бургер большой. Вкусный, сочный. Как говорится, колбасы на бутерброде должно быть больше, чем хлеба. Так и здесь. Поэтому никакого соли. Ой, никакого говорю. Никакой соли. Никакого сахара. Никакого перца. Только фарш. Только говядина. Обязательно руками формируйте края. Если вы будете вымешивать фарш, как люля-кебаб, то у вас и котлета будет, как люля-кебаб. Тягучая, плотная. Некоторые бургерные и некоторые шефы, кто занимаются только бургерами, утверждают, что фарш должен только-только схватываться. Для того, что когда кусаешь, у тебя котлета вся разваливалась. Сформировали вот такую вот котлетку с прямым бортом. В серединке сделали дырочку, чтобы при обжарке она не надувалась. Пусть лучше будет здесь дырочка, пусть лучше сюда попадет больше соуса. Или сыра, или чего там. Но, чтобы она не надувалась, как шарик. Да. Вот так в ресторане делают заготовки бургеров, перекладывая бургеры пергаментом. Вторая часть марлезонского балета. Делаем шар. Некоторые делают, знаете как, берут шар, кладут его на сковороду и начинают его давить. Давить, края отрезкаются, но котлетка, знаете, потом такая мягкая. С этой стороны, не та, которая лежит на сковороде, а с этой, сюда кладут лук сырой. И потом, когда она поджарилась, котлетка, ее берут и луком переворачивают на другую сторону, на сковороду. Получается огонь. Лук прижаривается с другой стороны, дает маленького аромата мясу. Вот такая апельсиновая карамель у меня получилась. Здесь у меня майонез. Майонез может быть домашний, может быть магазинный, может быть японский, может быть корейский, любой. Но азиатские виды майонеза интереснее, чем европейские. Я вот сейчас во Франции был и хочу сказать, что как только майонез французский попадает в еду или в соусы, сразу чувствуется огромное количество уксуса и он такой противный. Я понимаю, почему русский человек любит наш майонез и сует его везде, 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 везде. Да потому что наш майонез вкусный. Понятно, что я противник того, чтобы везде его сувать, но бургерная история без мазика не существует. Нет, есть соусы разные там типа сметана с доп. ингредиентами на основе сметаны. Но, как правило, молочные соусы долго не хранятся, поэтому чаще используют майонез как основу. Добавляя к нему различные ингредиенты. Я порылся у себя по сусекам. У меня много всякой ерунды дома. Начиная там от масел, всяких вареньев и всего-всего-всего прочего. Я нашел горчицу дижонскую. Соус нужно сделать по вкусу хотя бы один раз. Вот смотрите, здесь где-то 3-4 столовые ложки. Раз, два, три, четыре. Четыре столовые ложки майонеза. Горчицу. Значит, половина столовой ложки. Все размешиваем. Пока что, пока что. Раз, две полные с горой ложки апельсинового джема или апельсиновой карамели. Так, для того, чтобы подчеркнуть вкус апельсина в соусе, давайте немножко бахнем туда цедры. Самую верхнюю снимаем, никакой белой не используем. Не модно это дело, да и невкусно. Ну, сколько здесь? Почти половина апельсина осталась без цедры. И обязательно сюда добавляю чайную ложку соуса шри-рача. Или как американцы называют его, срача. Соус острый называют его азиатский кетчуп. Азиатского вкуса там нету, но чили там предостаточно. Поэтому будьте аккуратны, добавляйте, перемешивайте и думайте. Вернее, пробуйте, а потом думайте, надо вам больше туда его добавлять или нет. Так, все это перемешиваем. Смотрите, так как мы не солим котлеты, следите за соленостью соуса. Но учтите, что бекон у нас это соль. Нужно сделать вот что. Нужно сюда добавить еще одну ложку апельсинового джема. И еще сюда одну чайную ложку срачи. Ой, чуть-чуть больше получилось. Сорян. Почему я не добавляю соль в котлеты? Ну, есть такое правило. Котлеты не нужно солить. Бургерные котлеты не солят. Во-первых, потому что они лежат в заготовке. Ну, то есть, даже если это фестиваль барбекю, все равно тот человек, который сам себя представляет или представляет свой ресторан, готовит их довольно много. Если вы будете их солить, небольшое количество соли начнет выделять влагу. Раз. Ну, в процессе, да, там три капли влаги выделится. Во-вторых, это меняет вкус мяса. То есть, вот стейк, когда мы жарим, мы же его не просаливаем. А фарш, если посолить, ты же его перемешиваешь, и он просаливается. Если он долго лежит, если, например, соль только сверху, она все равно внутрь чуть-чуть проходит. Нам нужно, чтобы был единый вкус. Однородный, без соли, без перца, без сахара, без ничего. А уже все остальные ингредиенты. Соль и копчушка, это бекон. Значит, острота, это халапеньо. Соус, безусловно, часто используется. Один соленый, один сладкий. Один, например, может быть сырный, а второй может быть вообще вишневое варенье. Сверху я вот соединил, объединил и сделал один соус. Он остро-сладкий. Классный густой соус. Очень вкусно. У меня в упаковке вот такое количество бекона. Я его не буду даже разлеплять, я просто возьму его вот так вот. Брошу на сковородку. Как только бекон весь такой прожарился, выжарился, нажарился, начинаем его сушить. Потому что чем лучше бекон высушен, тем больше шансов, что он станет хрустящим. Ого, сколько жира вытопилось. Ой, красота какая. Давайте-ка вот сюда. Чаще всего мы привыкли, что наши американские друзья, коллеги, используют маринованные томаты. Да, они получаются вкуснее, они получаются уксусные, раздражают. Огурцы? Да. Ты томаты сказал. Томаты? Ё-моё. Очень часто наши американские друзья используют маринованные огурцы. Я предпочитаю свежие, но свежие вкуснее. Короче, вкуснее все. Чтобы удобно было накладывать огурцы между булок, нужно его нашинковать лентами. Если вы делаете бургер а-ля рус, там какая-нибудь ржаная булка, сейчас как модно, знаете, все делать а-ля. А-ля рус, а-ля азиатский стайл. То можно, конечно, использовать соленые бочковые огурцы. Красный лучок, красный лучок, красный лучок. Нарезаем колечками. Колечки такие, колечки сякие. Главное стараться делать это равномерно. На всевозможных фабриках бургерных делают, конечно, так, чтобы колечки были все одинаковые. Делается это очень просто. Берется терка мандолина, и человек их шинкует. Кольца красного лука. Ни в коем случае не крымского, а просто обычного красного лука. Нужно залить холодной водой. В холодной воде полежат, луковый запах уйдет. Все элементарно просто. В ресторане или в бургерной лук не может лежать весь день в воде, поэтому его вымачивают, высушивают, кладут в боксы под салфетки влажные и в холодильничек. Пусть стоит себе и стоит. Периодически его обновляют. Булки. Булки могут быть совершенно различные. Как вы понимаете, у меня булка магазинная, америкосовская, мягкая-мягкая. Если вы человек с заморочками, можно, конечно же, сделать и булку самому. Кстати, очень хорошие булки, получается, из, вот, у меня есть на канале тесто для пиццы, вот можно из него делать булки. Разрастается такая булка, получается. Аркаша мне лично говорил, типа, из них можно и булки делать. Так, булочки отправляются у меня на сковороду-гриль. Одну часть, вторую часть. Можно это делать и на плоской сковороде, но лучше это делать на сковороде чугунной и с полосками, потому что она нагревается быстрее, полоски подгорают. Получается такой вкус гриля, чего-то такого интересного. Яблоко. Как вы думаете, для чего я это сделал? Да для того, чтобы его использовать внутрь. Положу яблоко внутрь, между котлетами. Вы даже себе не представляете, что такое яблоко внутри бургера. Оп, оп. Нужно убрать сердцевинку. Все, получается вот такая вот штука. Смотрим, что у нас с булками. О, полоски какие огненные. Опа. Полоски огонь. Так, булка дожаривается. Ее можно дожарить и без огня. Булочки получились вот такие вот подсушенные. Вот такие вот шикарные. Сковорода у меня стальная. Вот сюда соус немножко, чтобы она не так быстро размокла. Листья салата. Вот они, прекрасные листья салата. Это обычный салат. Теперь лук. Теперь котлетка. Раз, и она тут. Рыхлая. Главное ее крепко держать. Следом у нас идет вторая котлетка. Между котлетками накидываю бекон. О, котлетка medium-ре сочится. К прожарке не придираться. Хотите жарить, делайте well done. Я люблю medium-ре. Так, сырок. Опа. Сюда у нас идет вторая котлета. Опа. Теперь второй бекон. Вот теперь яблоко. Теперь два ломтика томата. Вот они. Два ломтика томата. Пару-тройку колечек лука. Теперь соль. Быстро-быстро мы сюда добавляем огурцы. Это крес-салат. Лук-сибулет. Просто это и для вкуса, и для красоты. Вот сюда. Можно сюда использовать травки-муравки. На булку у меня идет соус сверху. Чем сочнее, тем лучше. Сюда выкладываю вторую часть. Можно сделать вот таким образом. Оп. Для того, чтобы было все по-настоящему. С вас тысяча рублей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бургер нужно собирать максимально быстро. Я вижу, что нижняя булочка быстро пропиталась всеми соками и немножко осела. Ничего страшного в этом не вижу. Если вы делаете такой бургер на доставку, конечно, он не доедет. Котлетку нужно выжарить хорошенечко и так далее, и тому подобное. Как сказал один гинеколог, есть будем в перчатках. Посмотрим разрез. Ну и, конечно же, попробуем его на вкус. Так, нижняя булочка, конечно, пропиталась соком, пока мы ее тут мучили. Опа. Ммм. Вот это огонь. Да и хрен с ней, что эта нижняя булочка пропиталась и промокла. Вкус просто потрясающий. И котлеты нормально прожарились. Я что-то ждал медиум ре, а они вообще медиум. Яблоко и бекон открытие. Ну как открытие, я уж так делал. Это круто. Такой сочняк. Я извиняюсь за такое варварское поведение. Но это просто огонь. Сыр обычный, российский, сливочный. Вкуснее, чем чеддер. Поддержим нашего производителя. Ммм. Это божественно. Дорогие друзья, я вас призываю. С полным ртом. Потому что закройте глаза на то, что у вас будет весь дом в дыму. Сделайте такой бургер, а. Лучше проветрите потом окна, но это того стоит. Это прям мощь. Ставьте лайки. Делайте репосты. Рекомендуйте вашим друзьям подписаться на наш канал. Рассказывайте повсюду, что самые лучшие бургеры здесь. Ну и до новых встреч. Пока. Пока.